Всем привет! Ну вот, наконец, настал финальный раунд нашего шоу «Стать консультантом». И Ренат таки консультантом стал. Но об этом расскажем чуть позже. Сейчас расскажи, пожалуйста, что происходило в последние, наверное, 4 месяца с тех пор, как мы снимали последние видео с тобой. Ну, что происходило? Я доходил до финала BCG. К сожалению, там не получилось. Мне сказали, что я пытался стоять на своей идее в чем-то. Был слишком уверен для консультанта. И это мне понравилось одному из интервьюеров. Я довольно сильно расстроился. На самом деле, потом был первый этап в маках. И, к сожалению, там тоже не получилось. Там было что-то general, типа, не хватило бизнес-сенс или что-то такое. Там не было чего-то специфика, насколько я запомнил. Я помню, ты рассказывал вот эту тему про то, что недостаточно хорошо слушал подсказки интервьюера. Это где было? По-моему, это было BCG. Это BCG как раз. Окей. Типа того. Да, маке просто generic не хватает бизнес-сенс, экспириенс и все прочее. Ну, про экспириенс не было речи. Но, по-моему, да, сказали не хватает бизнес-сенса. Окей. Это был первый раунд. Это был первый, да. Да. Первый раунд быстро слился. Это, конечно, печально. Это было очень больно. Воображаю. И что дальше? Какие были дальше? Дальше, на самом деле, было очень эмоционально тяжело. В этой неделе я был просто убитый. Но потом я участвовал в программе «Выше мечты» от Сбербанка Сиаи Би, где маки были главным партнером. И внутри этой программы мы в течение недели создавали новый продукт. Для компании, которая занималась распознаванием лиц. То есть она делала хорошие B2G-продажи, но она хотела запустить что-то новое. И вот там команда студентов была разбита на группы. И мы в течение недели придумали, а куда же пойти этой компании. Ну и в финале мы это презентовали руководству компании и партнерам. Среди партнеров был какой-то партнер из маков, которому наше решение понравилось и наше выступление. То есть было забавно, потому что мы победили в оверолл рейтинге. То есть мы заняли первое место. Но маки изначально сказали, ребят, первое место для нас неважно. Мы выберем одну команду именно, кто понравился нам, и мы ей дадим скип писти. То есть если вы побеждаете в программе, это ничего не значит. Мы выбираем своих. И так получилось, что они выбрали одну команду, которая не стала первым местом. Но мы им тоже очень понравились. И они предложили всем нам как бы скип писти. Я попал по... Ну, собственно, меня сняли разбан. Условно через две недели после двухгодичного бана. У нас был разбан от маков. И вот это было следующее тяжелое решение. Почему? Потому что к тому моменту я получил оффер в Strategy End и сказал, что да, я к вам выхожу. И получается, как только в Маке это узнали, они предложили очень быстро пройти отбор в течение недели до выхода в Strategy End. И я долго думал, что мне стоит делать, и принял решение, что пока не проходить этот отбор, я поехал на тренинге Strategy End вместо отбора в Маке. Вот. Ну и ты сейчас уже там работаешь в последние... Да, сейчас я последние полтора месяца работаю в Strategy End. Это очень классная компания. Я счастлив, что прошел туда. Расскажи, что тебе нравится в Strategy End. Почему? В Strategy End мне нравится видение наших партнеров. А видение стоит в том, что традиционный консалтинг, он будет постепенно меняться. И поэтому в Strategy End мы привносим инновации, так сказать, в консалтинг и в компании. То есть мы делаем две вещи ключевые. Мы первое, помогаем компаниям запускать инновации изнутри, то есть меняться в чем-то. И второе, мы помогаем компаниям запускать новые продукты. На мой взгляд, это две наиболее интересные вещи, и я бы очень хотел ими заниматься. Собственно, сейчас я ими занимаюсь. Меня очень привлекло вот это позиционирование компании, то, что она делает, и то, какое видение у ее партнеров. И именно поэтому я пошел туда. Ну да, то, что ты рассказываешь, звучит больше как такие корпоративные стартапы, нежели корпоративный core business, когда ты занимаешься стратегией компаний, как то, что это делают в большой тройке. Да, у нашего партнера Макса была очень такая здоровская мысль, что раньше стратегия, как писали, собиралась там куча умных людей, сидела и в течение недели говорила, вам нужно идти туда. Бывает даже не неделя, а больше. Ну да. А сейчас мир постепенно меняется, и гораздо результативнее будет не сказать один раз собраться, мы идем вот туда, а делать ряд итеративных шагов. И эта концепция, мне кажется, очень правильная. И мы как раз как консультанты помогаем компании делать ряд таких шагов, чтобы понять, куда идти дальше. И мы как раз помогаем им запускать новые бизнесы, как с точки зрения стратегии, так и с точки зрения изнутри компании. Интересно. Но, по сути, если ты хочешь набраться каким-то навыкам предпринимательства, если вообще можно набраться, кроме как предпринимательства, то то, что ты расскажешь, как раз отличный вариант, потому что ты внедряешь какие-то новые небольшие бизнесы в рамках крупного бизнеса, по сути стартапы, получаешь под них финансирование корпораций, и смотришь, как это летает, не летает. Официальная позиция нашей компании, которая заявляется, что мы в том числе растим предпринимателей, то есть людей, которые после нас хотят открыть что-то свое. И вот мы хотим помогать им развиваться в этом, и мы видим вас в дальнейшем, часть из вас, как предпринимателей. Ну да. Ты видишь себя предпринимателем? Я думаю, на горизонте лет пяти рассматриваю такую возможность. Смотри, оглядываясь назад, на прошедший год, ну чуть меньше, что бы ты изменил в своем отборе, что могло бы повлиять на результат сейчас? Вопрос очень хороший. На самом деле я бы посоветовал всем не зацикливаться, ну то есть я всегда это слышал, когда отбирался раньше, типа не зацикливаться на кейсах. Почему это важно? Потому что после какого-то ступени, там, то, как ты решаешь кейсы, это уже файл. И дальше играет ту роль, как ты можешь абстрагироваться от этих кейсов и как бы показать что-то on-hawk на ходу. И я бы себе посоветовал забить на эти кейсы перед интервью, может быть, за две недели, и вот попытаться расслабиться и подумать о чем-то другом. И тогда это было бы так естественно. То есть ты решаешь хорошо, и ты делаешь это естественно. Вот. Мне кажется, мне этого не хватало, потому что я делал очень большой упор на кейсы, я хочу решать их хорошо. Мне кажется, это сыграло против меня, потому что на интервью в BCG в маках я думал только о них, о том, как я хорошо их решаю, а не о том, как я хочу пообщаться с этим человеком, как я хочу подумать об этой проблеме с другой стороны, не с точки зрения структуры и что сейчас написать по мессе, а с точки зрения чуть выше над этим. Мне кажется, это было бы главным советом для меня. Но с другой стороны, я, когда отбирался в Stratagent, в принципе, я следовал этому совету. То есть я вот на протяжении всего отбора я не решал ни одного кейса. То есть пока я к ним отбирался, я не решал кейсы, не тренировался. Я просто читал про то, что происходит в консалтинге, про то, что происходит со Stratagent, что они делают, что про себя пишут, и просто читал новости. Да, я думаю, ты прав. Я думаю, что мы вообще в процессе твоей подготовки слишком много делали акцента на интеллект твой. Тем более, что с интеллектом и в начале подготовки все было окей, скажем честно. Немножко там нужно было докрутить какие-то там моменты с тестами, чуток с кейсами, но это были мелочи. Мы же делали на этот акцент, думая, что сейчас мы такой сделаем из тебя powerhouse, который решает кейсы без ошибок, очень круто, быстро, эффективно, такой искусственный интеллект. Но концепция искусственного интеллекта, она в подготовке в консалтинге плохо работает, потому что не хватает еще всяких софт-сайд вещей, на которые ты не обращаешь внимания, думаешь, ну это мелочь, а не фигня, не важно. А на самом деле по ним потом тебя и судят. Вот именно. Мне кажется, это и была проблема не то, что их у меня нет, а то, что когда ты фокусируешься на кейсе, ты думаешь только о нем, и ты о других вещах забываешь. Особенно, когда ты делаешь их очень много, и ты думаешь, что ты делаешь их очень хорошо, то это может играть против тебя. Я думаю, это сыграло против меня. Да, это правда. Я думаю, что вообще вот я для себя сделал, наверное, два ключевых вывода на основе нашего с тобой опыта подготовки. Первое – это то, что очень много факторов влияет на отбор. Если быть более конкретным, не стоит думать только об интеллекте. Интеллект очень круто, да, без него никак. То есть если бы ты не шарил, тебя бы не взяли никуда. И тебя бы и Макинзи второй раз не позвали, и стратегенд уж точно бы оффер не дали. Но при этом интеллект необходимый, но недостаточный условие. Достаточно – это он топ еще выстроить софт-часть. Причем софт-часть – это не только говорить хорошо, без ошибок и все прочее, но это и общее впечатление на человека, который ты производишь. Умение в нужный момент послушать. Умение в нужный момент какую-то новую идею добавить, которая тебе, может быть, до этого не приходила в голову, на которую ты услышал в разговоре с интервьюером, понимая, что ему это интересно услышать. Вот эти все вещи – это то, на чем мы будем делать акцент теперь в подготовке, в том числе, поскольку я вижу, что это важно. Ну и второй вывод – это о том, что сейчас есть огромный выбор у людей. То есть раньше ведь как было? Даже, не знаю, даже лет шесть назад. Ты идешь в тройку, потому что ты крутой. Ты крутой, значит, ты должен идти в тройку, потому что куда ты еще можешь пойти. Интересно, что даже вот за эти какие-то пять лет ситуация изменилась. И теперь есть куча интересных компаний, которые немножко отличаются от тройки в каком-то аспекте, но при этом аспект может быть важен. Там, например, если ты хочешь заниматься тем же предпринимательством в будущем, но сейчас пока хочешь набраться опыта, то это не обязательно тройка, и может быть, скорее даже не тройка. Мне кажется, однозначно стратегия. Стратегия, я слышу как раз от многих это. Там, если ты хочешь заниматься каким-нибудь там жестким data science, тебе вообще нужно не в тройку идти, не в стратегические консультанты. Тебе нужно идти в отраслевые компании, которые занимаются data science, которые хардкор жесткие в этом и делают их круто. Делают, по сути, state of the art. Опять же, не идти в тройку, где больше акцент на софт-часть, но техническая очень сильно страдает. Но при этом, если вы хотите заниматься там корпоративной стратегией, расти до SEO крупной корпорации, то, наверное, тройка действительно отличное место. То есть мой месседж не то, что пять лет назад тройка была круто, сейчас нет. Нет. Мой месседж, что пять лет назад была только тройка, казалось бы, сейчас много разных компаний. И вот на них нужно смотреть. Мы несколько интервью снимем как раз с разными компаниями, чтобы вы смогли посмотреть и оценить для себя, насколько это интересно, и что именно вам подходит. Тройка или другие какие-то альтернативы, благо их много. Так что stay tuned, смотрите. Ренат, тебе спасибо большое. Я думаю, что это был крутой опыт и для нас, и для тебя. Я чувствую силы повторить его еще с какими-то клевыми ребятами, хотя такого клевого кандидата не так просто найти. Спасибо тебе. Удачи в стратегии. Спасибо. Шок.